Сегодня у мемориала воинам-интернационалистам и участников локальных войн собрались и старые, и малые. Одни, чтобы вспомнить, другие, чтобы знать. Вот он, один из самых заслуженных воинов-интернационалистов, Юрий Ермаков, бывший десантник, как и его отец. Сын тоже пошел по стопам отца и деда. Бывать на таких митингах, как сегодня, Юрию Александровичу все труднее. Война за горами отняла ноги. Вот признается с иронией. Был я молод и здоров, теперь только красив. Зато память горькую война оставила. Память не может уйти никогда. Никогда. Среди пришедших на митинг вот эти малыши. Они не понимают сути происходящего, но твердо знают взрослые дяденьки – герои. Мы пришли цветы ложить. Ребята из детского сада номер 51 приходят на митинги регулярно. А в эти дни в детском саду организован патриотический месячник. Скажите пословицу солдатам. Быть родине служить. Среди участников митинга – мамы, которые не дождались своих сыновей из горячих точек, из локальных конфликтов. Одна из них – Зинаида Федоровна. Говорит, мой сын Леонид погиб в Афгане. Он учился на шофера, сдал на все категории, их туда готовили. Месяц, месяц прослужил всего в Афгане. Вот и Нина Николаевна рассказывает, что ее сыну Павлу было бы сейчас 36, а погиб он в 19. Но она его вспоминает каждый день, каждый день плачет. Служил в Кундузе, прослужил там полгода, их отправили на пакистанскую границу в Гортес, и там погиб. 620 тысяч человек принимало участие в боевых действиях, и из них 15 тысяч так и остались там. На сегодняшний день из Полевского ушло на службу и проходило в Афганистане 279 человек, и тоже не все вернулись. В горах Афганистана вы стойко, умело и мужественно выполняли обязанности военной службы, теряя боевых товарищей с честью, преодолевали трудности и лишения. А между тем нестабильная политическая ситуация создает все новые и новые, горячие точки на карте планеты. Поэтому и сегодня мужество, отвага, патриотизм наших парней являются надежным щитом на пути международного терроризма и экстремизма. Всем досталось, всех, кто там побывал. Сложно, трудно было, но, как говорится, вот это 15 февраля, считаю, что это правильное решение, то есть своевременное решение принято было. Винки, красные гвоздики к мемориалу возлагают от общественных организаций, от полевчан и от тех, кто прошел огненную школу афганской войны. Ольга Фролова, Константин Миронов. Новости. Твой день.